Саровщины различными методами помогают бойцам в зоне СВО. Группа энтузиастов делает окопные свечи, о чем нам рассказала Маргарита Прохорова. Идея возникла не так давно, в декабре. Я общалась с Оксаной Макар, это куратор золотых рук ангелов по всей России. Мы с ней очень давно познакомились и как бы подружки общаемся. Она говорит, смотри какая интересная группа, присылает мне ссылку на группу окопные свечи. Я полезла и удивилась тому, что я раньше об этом ничего не знала. Окопная или блиндажная свеча, это то, что можно закинуть в рюкзак и спокойно идти куда-нибудь, на чем приготовить еду, вскипятить воду. Все это с собой есть. Все это компактно, не требует никаких дров. Еще окопная свеча, у нее есть такое свойство, она не дает дыма. Она может немножко коптить, но дыма никакого нет, потому что горит гофрокартон, горит содержимое этой банки. Это обычно парафин с воском смешанный, либо просто парафин, либо просто воск. У кого какие возможности, те туда то и заливают, собственно говоря. С помощью этих свечей можно высушить обувь, одежду. Вот мы проводили тоже тестирование на улице. В самые сильные морозы, которые были совсем недавно, она горит 8 часов. Это свеча от банка от маслин. И вот эта свеча, она в общем-то очень большая помощь ребятам. Ну, во-первых, действительно компактная, во-вторых, она достаточно безвредная. Вот когда мы отправляем свечи на фронт, мы вкладываем инструкцию. Вы скажете, какое отношение к вашим свечам окопным имеет печка? На первый взгляд, никакого. Мы вот провели такой эксперимент. Здесь стоит ваша свеча 2 часа. Здесь руку уже не приложить. Ой-ой. Здесь уже тоже можно что-то греть. Девчонки, просто спасибо огромное. Очень яркая иллюстрация того, насколько ваши свечи нужны здесь. И вот такое вот их применение можете поделиться. Ну, процесс приготовления, он совершенно несложный. Самое дорогое, это, в общем-то, профин. То есть берется вот баночка консервная, обыкновенная. Из картона делается звездочка, либо крестик, либо какая-то улитка вот такая сворачивается, запихивается в баночку. Вставляется фитиль, вот, и заливается там парафин с воском, допустим, да. Это вот готовые. Гофрикартон, ну, во-первых, он должен быть одинарный. Самый-самый рыхлый, серый картон. Анна Юрьевна Куцик, директор вот этого волонтерского гуманитарного склада, она любезно предоставила нам помещение по швейную мастерскую. И по моей просьбе она договорилась с храмом всех святых, чтобы нам выделили свечные огарки. Вот еще, кстати, тут недавно было выступление патриарха Кирилла, который сказал, что волонтерам надо оказывать всяческое содействие. Вот. То есть это вот по следам выступления Владимира Владимировича Путина, который сказал, что не надо препятствовать волонтерам, надо всячески содействовать. То есть церковь тоже подключилась. Потому что очень много людей по стране делают свечи и обращаются именно в храмы. В общем, заливаем вот эти вот лоточки, кстати, от яиц, сюда свечные огарки, вот такие вот червячки. Потом чуть-чуть воска капнуть, чтобы связать. И потом вот эта штука, она разламывается, получается с таблетки. И в общем-то в налаживании производства окопных свечей тут участвует вообще весь город царов. То есть и дети, и взрослые отовсюду, там из школ, из производства, из предприятий собирают банки по соседям, везде, короче. И приносят либо в центр «Радость моя» волонтерский, либо приносят в «Армир». Готовые свечи мы относим из «Армира» в волонтерский центр «Радость моя». И там вот у нас в мастерской швейной есть комната, куда мы складываем эти свечи, упаковываем красиво, ну по возможности красиво. Да, то есть вот логотипчик тут такой придумали. И уже оттуда отправляем на фронт. Либо по запросу, либо сами какую-то возможность изыскиваем. Кстати, если у кого-то есть возможность куда-то отправить с обратной связью, чтобы мы видели, что, знали, что коробочки со свечами дойдут, будет очень хорошо. Вот ребята, которые проводили в Сарове курсы по тактической медицине, выдали несколько коробок вот с готовыми уже свечами. Они привезут в Москву и отправят уже со своими знакомыми на Донбасс. Ну их надо согреть. Им там холодно, сейчас зима. То есть какой-то посильный вклад надо вносить. Я говорю, люди звонят каждый день, интересуются, где, что, как, как мы можем помочь. Ну потому что мы все вместе, у нас одна страна, надо ее как-то защищать, укреплять свои позиции. Ребят надо на фронте согревать не только одеждой, но еще вот этими свечами, которые действительно очень удобные. Я очень рада, что первыми поддержали идею изготовления свечей девочки из швейной мастерской «Золотые руки ангела». Потом подключился военно-патриотический центр «Полигон», в который организовали доставку парафина. Армир подключился. Тоже они помогали доставлять парафин, вот, и тут раскалывали этот парафин. Что касается упаковки, координатор нашего Саровского движения «Золотые руки ангела» Наталья Хрункова, она придумала очень хорошую вещь. Она заказала крафт-пакеты, то есть упаковывается в крафт-пакет, и он еще является как бы дополнительным розжигом, там, для костра какого-то. Ну, в общем, участвует, говорю, весь город, всем огромная благодарность. Люди прям вообще молодцы. Я вообще не ожидала, что эта идея так распространится. Помощь, конечно, нужна. Прежде всего, нужно хорошее помещение. Желательно, вот, если предприниматель или кто-то откликнется, будем очень благодарны, потому что люди хотят оказывать помощь, чтобы не у себя, допустим, на кухне кто-то там, ну, пожарная безопасность, все вот это надо учитывать. Много очень тонкостей всяких, которые можно соблюсти, имея нормальное предусмотренное помещение. То есть должны быть заземленные розетки хотя бы несколько штук, вот, пол какой-то, ну, желательно, может быть, бетонный, да, потому что парафин, он капает, ну, чтобы не жалко было особо, да, и обязательно либо вентиляция, либо вытяжка, что-то вот такое, чтобы, понятно, что парафин, когда его изготавливаешь, пахнет только воск церковный, кстати, очень вкусно пахнет, парафин запаха не дает, но пары парафина, они все равно могут в организм проникнуть. Потом что еще надо? Если кто-то может, там, электроплитки, фритюрницы, там, тазики, чайники вот с широким горлом, да, из чайника очень удобно в баночку наливать вот эти все составы, вот, это тоже приветствуется, если кто-то пожертвует. У нас есть группа в Телеграме, Саров, окопные свечи, можно туда добавляться, ну, хотя бы представляться, что я из Сарова, там, Маша, Вася, Катя, хочу делать вот то-то. Вот, в закрепах там есть все инструкции, как это делается, техника безопасности прописана, то есть ничего сложного нет. Продолжение следует...